Что касается таможенного союза, то тут ситуация с одной стороны обстоит проще, с другой стороны сложнее. Проще в том смысле, что на сегодняшний день Украина имеет режим свободной торговли со странами таможенного союза, и Украина и страны таможенного союза являются членами зоны свободной торговли в рамках СНГ. Таким образом, вступление в таможенный союз для украинских производителей не изменит режим сотрудничества, скажем, с Россией, Казахстаном и с Беларусью. Поэтому в этом плане ожидать каких-то таких, так сказать, больших подвижек, наверное, не приходится. С другой стороны, вступление Украины в таможенный союз означает необходимость присоединения Украины к общему таможенному тарифу. Таможенные тарифы стран таможенного союза сегодня в принципе выше, чем тарифы, которые имеет Украина, и таким образом это будет означать повышение стоимости импорта. Повышение стоимости импорта — это повышение стоимости товаров со всеми вытекающими отсюда последствиями, это с одной стороны. С другой стороны, возникает политическая проблема. Украина является членом Всемирной торговой организации. Ко всем Всемирной торговой организации в процессе своего вступления мы ограничили свои импортные пошлины. И теперь, если мы их будем повышать в рамках вступления в таможенный союз, нам надо будет изыскивать возможности для выплаты предоставления компенсации тем торговым партнерам, с которыми, скажем, сегодня импортная пошлина 5% на украинском рынке, а в таможенном союзе, скажем, она вырастет, например, до 10%. Есть еще, так сказать, целый ряд вопросов. Мы считаем, что, в общем-то, достаточно широкая и глубокая интеграция с российскими, казахскими, белорусскими и другими предприятиями является полезной для, скажем, сохранения определенного развития украинского машиностроительного комплекса. Но, опять-таки, и Россия, и Казахстан, и Беларусь, и все другие страны таможенного союза стоят перед необходимостью модернизации своей промышленной базы. И они, опять-таки, попадают в ту же, так сказать, собственно, ситуацию, в которой находится Украина. Мы не видим на сегодняшний день каких-то таких больших, так сказать, возможностей модернизации украинской экономики именно в составе этого объединения. Даже наоборот, так сказать, мы можем получить краткосрочный положительный эффект, но по нашим расчетам в среднесрочном, в долгосрочном плане вариант сотрудничества с Европейским Союзом является более выгодным для Украины, чем вступление в таможенный союз. Поэтому, если речь идет о таможенном союзе, подписание соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом просто говорит о том, что мы должны будем сделать все возможное для сохранения режима свободной торговли со странами таможенного союза, возможно, участие в реализации каких-то программ, но если мы вступим в таможенный союз, то мы потеряем экономический, потеряем перспективу более глубокой интеграции с Евросоюзом. Если мы будем вступать в таможенный союз, то мы подписываем соглашение именно таможенного союза. И Россия является одним из членов таможенного союза, поэтому сразу возникает определенное противоречие. Мы вступаем в организацию, членами которой являются три страны, а какие-то определенные экономические блага нам предоставляет одна страна, Россия. Поэтому тогда по логике нам нужно подписывать два соглашения. Соглашение о вступлении в таможенный союз и соответствующее соглашение с Россией. То есть здесь уже возникает определенная проблема. И мне кажется, что сложность этой юридической проблемы недооценивается многими украинскими и многими, прежде всего, российскими политиками. Второй момент заключается в том, что скидка на газ — это разовое экономическое действие. То есть никто нам не гарантирует, и мы не можем потребовать от России гарантии, что всегда цены будут низкие на газ, поставляемый Украине, до тех пор, пока Украина, скажем, будет членом таможенного союза. Мы наблюдали аналогичную ситуацию в отношениях России с Белоруссией, которая имеет больше даже, чем таможенный союз, а имеет, так сказать, союзное государство России и Белоруссии. Мы видели, что газовые скидки заканчивались в конечном итоге поглощением, скажем, белтрансгаза, то есть аналога украинского нефтегаза, российскими компаниями, прежде всего, «Газпромом», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и, кроме того, давайте будем реалистами, что на сегодняшний день у России также есть проблемы с газом. У России есть достаточно широкие обязательства, в том числе и перед Китаем, перед другими странами в плане поставки газа. И на сегодняшний день «Газпром» пытается проводить политику так называемой равной прибыльности, чтобы реализация газа на внутреннем рынке была не менее прибыльной, чем реализация газа на внешнем рынке. Это все говорит о том, что скидка, даже если будет получена, и даже если она будет существенной, то эффект, который у нас будет реализован в Украине, он будет достаточно ограниченным по времени, я скажу, по масштабу, и все равно это не отменяет необходимости проведения реформ, прежде всего, повышения энергоэффективности украинской экономики. То есть, таким образом, если, предположим, мы идем в таможенный союз и получаем, скажем, скидку на газ, это очень временное решение отдельных технических вопросов, но это не то, что нужно стране в стратегической...